МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа новости в студии Светланы Теплохина. И смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспитатель – это призвание. В Заречном стартовал конкурс профессионального мастерства среди педагогов дошкольных образовательных организаций. Пришла я не случайно в детский сад. Профессию душой выбирала. Ведь детский смех услышать каждый раз. И день и ночь об этом я мечтала. Не смолкнет слава тех великих лет. Посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне, городской смотр-конкурс «Есть такая профессия Родину защищать» завершился творческим этапом. Тематика данной постановки – это война. Мы рассказываем о фрагментах войны при помощи героев, которые постепенно уходят. Личный рекорд. Сотрудник специальной пожарно-спасательной части номер 2 Александр Бунтин стал пятым в Заречном мастерах спорта по пожарно-спасательному спорту. С детства я вообще занимался плаванием. С самого начала мой первый вид спорта. Далее у меня была русская лапта. И это лишь некоторые темы выпуска. Все подробности далее. А начнем с главного. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Атханом Гебрейсус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии, сообщает РИА Новости. В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится, заявил гендиректор организации. При этом он также призвал страны, в которых нет инфицированных пациентов или же их число не превышает 10, сделать все необходимое для предотвращения проникновения вируса и его распространения. Гебрейсус также подчеркнул, что даже в тех странах, где уже зарегистрировано большое количество зараженных, есть возможность избежать его увеличения. Комментируя ситуацию в России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле внимательно следят за развитием ситуации, однако никаких дополнительных рекомендаций от врачей не получали. По сегодняшнему дню вы видите, что все мероприятия идут в обычном режиме, никаких ограничений нет, сказал он РИА Новости. На данный момент коронавирус диагностировали уже у 118 тысяч человек в 114 странах. Более 4 тысяч из них умерли. В России зарегистрировали 28 случаев. О последних восьми случаях заражения стало известно в среду. Шесть больных из Москвы, двое из Московской области. Все они за последние две недели ездили в Италию. Их госпитализировали и разместили в инфекционные боксы. Известно, что среди заразившихся есть один ребенок, однако симптомов заболевания у него нет. Он является только переносчиком. О ситуации в Заречном, противоэпидемических мероприятиях и способах профилактики заражения коронавирусом мы поговорим сегодня с начальником отдела эпиднадзора Межрегионального управления номер 59 ФМБ России Марии Лукьяновой. Встреча в студии сразу после рекламы. Ну а пока к другим событиям. Жителю Заречного назначено условное наказание за угон машины с автомойки. Владелец оставил свое транспортное средство и планировал забрать его позже. Но вернувшись, машины не обнаружил. Оказалось, что в его отсутствие один из сотрудников мойки решил воспользоваться автоклиента. Они выпивали и решил съездить за водкой. Взял этот автомобиль, поехал, водки купил. Приехали еще выпили. Оказалось ему мало, и он решил, по всей видимости, похвастаться перед своими родителями. Взял и поехал за город в сторону Городи, в следующую деревню, к своим родственникам. Но не справился и перевернулся. И данный автомобиль разбил дребезги. Подсудимый полностью признал свою вину. Гореугонщику назначено условное наказание. А хозяин разбитого автомобиля теперь подал иск в суд, чтобы руководство автомойки возместило ему ущерб за разбитую машину. В Заречном продолжается сбор денежных средств для помощи молодому зареченцу, оказавшемуся в беде. Напомню, Павла Обруськина в середине февраля жестоко избили в Пензе. Юноша получил серьезную черепно-мозговую травму. Три недели находился в коме. Сейчас он частично парализован, не может самостоятельно дышать, питается через зонт. Павлу требуется круглосуточный уход и предстоит долгая реабилитация. Семья молодого человека находится в сложной жизненной ситуации и обратилась к горожанам за помощью в сборе средств на необходимое лечение и восстановление. Только за первый день после выхода нашего сюжета зареченцы перечислили на банковскую карту маме Павла Обруськина Татьяне Новиковой больше 300 тысяч рублей. Эти средства пойдут на приобретение дорогостоящего специального питания и средств ухода. В поддержку зареченцы выступил и известный российский актер Алексей Климушкин. Он опубликовал пост в социальной сети с обращением, в котором призвал не оставаться равнодушными и поддержать Павла Обруськина. Павла Обруськина, молодой зареченец из города Пензы попал в беду. Вот молодого парня избили и у него нету мощности вылечиться. Родные тоже, тоже сейчас у него в таком состоянии, когда мама, бабушка и как? Вот как ему быть? Опять обращаюсь к вам, владельцы фабрик, заводов, теплоходов. Посмотрите, ребята, посмотрите. Может быть, удастся вам помочь этому пацану, потому что вот, ну как же он единственный кормилец. Держись. Помочь, оказавшейся в сложной жизненной ситуации семье, можно, сделав денежный перевод на любую посильную сумму. Номер банковской карты мамы Павла Обруськина указан на экране. Реквизиты для перечисления средств можно также найти на портале Город Зет. В Заречном определяют лучшего воспитателя. Почетное звание оспаривают три педагога дошкольного образования. В программе профессионального состязания визитная карточка, представление авторского проекта, мастер-класс для коллег, открытое занятие с детьми в незнакомой группе и его самоанализ. Первый день конкурса «Воспитатель года-2020» в репортаже Натальи Елистратовой. В первый день конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» педагоги преодолели сразу два испытания. Они представляли свою визитную карточку и делились проектной деятельностью. Рассказывали о проекте, который сами разработали и успешно реализовали. К визитной карточке требования – это то, что педагог себя представляет не только как личность, но и как воспитатель, то есть демонстрирует свои профессиональные умения, навыки, то, что он стремится к саморазвитию, к творчеству, ну и так далее. А к педагогическому проекту требования – это завершенность проекта, реализованность его, то есть какие цели он ставил перед тем, как проектировать свою деятельность и каких результатов добился. В городском конкурсе «Воспитатель года-2020» принимают участие три педагога. За звание лучшего будут бороться Ирина Меньшова, учитель-дефектолог детсада номер 15, Олеся Пугачева, инструктор по физической культуре четвертого комбината, и Анна Маркелова, воспитатель детского сада номер 7. На первом этапе конкурсантки рассказывали о своих увлечениях и любимой работе. Пришла я не случайно в детский сад. Профессию душой выбирала. Ведь детский смех услышать каждый раз. И день и ночь об этом я мечтала. Со мной самый дружный коллектив. Любая новая задача только в радость. Всегда мы излучаем позитив. В рамках конкурса воспитатели преодолеют несколько испытаний. Им предстоит провести мастер-класс и показать фрагмент работы с детьми в незнакомой группе. Городской конкурс «Воспитатель года» проводится в рамках фестиваля «Педагогический фейерверк-2020». Он завершится 20 марта торжественной церемонией подведения итогов во Дворце творчества детей и молодежи. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». В «Заречном» подведены итоги 13-го смотра конкурса «Есть такая профессия Родину защищать». В этом году в традиционном патриотическом состязании участвовало рекордное количество команд «34». Сборные силовых структур, городских организаций, образовательных учреждений преодолели порядка десяти конкурсных этапов. Завершающим, самым ярким и зрелищным стал творческий тур. 13-й городской смотра конкурс «Есть такая профессия Родину защищать» завершился творческим этапом «Не смолкнет слава тех великих лет». Команды школьников, студентов Зареченского технологического института, сотрудников городских учреждений и специального управления ФПС-22 представили на суд жюри хореографические и литературно-музыкальные композиции. «Что это?» «Это бьется в наша живая память». «Солдат может умереть дважды. Первый раз там, сраженный на поле боя. И второй здесь, в наших сердцах, если мы забудем его подвиг». Учащиеся школы номер 221 пригласили зрителей на виртуальную экскурсию в музей своего образовательного учреждения. Во время номера фотографии, представленные на экспозиции, как будто ожили. «Из музея переносит нас в довоенное время. И как раз, ну, показывает, как наш возраст до войны жил. Там мы танцевали вальс. И как раз, когда началась война, как нас забирали на фронт промежуток». Мальчиках нашего возраста сразу же после школы отправляли на фронт. И уже на фронт что они делали. Все выступления творческого этапа «Смотра конкурса. Есть такая профессия. Родину защищать» были посвящены 75-й годовщине Великой Победы. Со сцены Дворца культуры «Современник» звучали патриотические стихотворения и песни. «У нас номер стоит из музыкальной композиции. У нас там много достаточно маленьких номеров, которые показывают разные дети и принимают участие в нем». «Вообще тематика данной постановки – это война. Мы рассказываем о фрагментах войны при помощи героев, которые постепенно уходят». «Они до сей парни с времен тех дальних Летят и подают нам голоса». Всего в этом году в городском смотре-конкурсе «Есть такая профессия. Родину защищать» участвовали 34 команды. Все они были разделены на 4 возрастные группы. Дошкольники выступали в номинации «Орлята учатся летать», младшеклассники «Мы – будущее России», старшеклассники, школьники и студенты «Юный патриот Отечества», работники учреждений и предприятий города «К защите Родины готов». По итогам городского смотра конкурса победителями стали команды детского сада номер 13, школ номер 221 и 226 и сборные сотрудников специального управления ФПС-22 и городского департамента образования. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Полку мастеров спорта в «Заречном» прибыло. Сотрудник специальной пожарно-спасательной части номер 2 Александр Бунтин успешно выступил на Кубке МЧС и Кубке Центрального Совета Всероссийского добровольного пожарного общества России по пожарному спорту. Профессиональные состязания собрали более 300 участников из 33 субъектов Федерации. «Зареческий пожарный» установил личный рекорд и стал пятым в нашем городе мастером спорта по пожарно-спасательному спорту. И, тем не менее, тем не менее. По первой дорожке бежит сотрудник специальной пожарно-спасательной части номер 2 Александр Бунтин. Через несколько секунд он установит свой личный рекорд в преодолении 100-метровой полосы препятствий на Всероссийском Кубке МЧС. К этому результату Александр шел 8 лет. В 2012 году он пришел работать в противопожарную службу и начал осваивать новый для себя вид спорта – пожарно-спасательный. «С детства я вообще занимался плаванием. С самого начала мой первый вид спорта. Далее у меня была русская лапта». Разносторонняя физическая подготовка помогла Зареченцу добиться успехов в пожарно-спасательном спорте. Александр Бунтин получил право выступить на Кубке МЧС по пожарному спорту в Уфе. Сюда приехали сильнейшие спортсмены со всей страны. Они состязались в нескольких дисциплинах – подъеме по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни, преодолении 100-метровой полосы препятствий и двоеборье. «Штурмовая лестница – это очень технический вид спорта. Требуется немало ловкости, скажем так, гибкости. 100-метровка у меня как-то ближе». Кубок МЧС России по пожарному спорту – один из важнейших стартов в сезоне. На этих соревнованиях не только выявляются сильнейшие спортсмены страны, но и предоставляется возможность повысить квалификационный разряд. Этим и воспользовался Александр Бунтин, стремясь к спортивному государственному званию первой категории. «Первый день была штурмовая лестница. Результат 14.06 со второй попытки у меня был. Это достойный результат, но это не мастерский результат. Для того, чтобы выполнить норматив мастера спорта в двоеборе, мне необходимо было пробежать в 100-метровке 16.54». Александр Бунтин пробежал 100-метровку за 16,18 секунды и стал пятым в «Заречном» мастером спорта по пожарно-спасательному спорту. Уже в новом звании он выступит на летнем турнире среди сотрудников специальных управлений Федеральной противопожарной службы МЧС России и всероссийских соревнованиях памяти Кишкурно, которые пройдут в нашем городе в 2021 году. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». 197 воспитанников детских садов приняли участие в творческом конкурсе «Букет для милой мамы». Он был приурочен к Международному женскому дню. Дети своими руками создали тематические поделки к празднику. На конкурс были представлены композиции из бумаги, ткани, природных материалов. «Очень было тяжело членам жюри выбрать победителей. Очень ответственно все конкурсанты подошли к этому конкурсу по-творчески. Учитывалась оригинальность, воображение». Церемония награждения юных творцов состоялась в Центральной городской библиотеке. Победителей и призеров определили в четырех номинациях. Авторов лучших работ наградили дипломами и памятными подарками. Остальным участникам вручили грамоты и сувениры. Все о коронавирусе. Стоит ли зареченцам опасаться нового заболевания? Об этом сразу после рекламы. На гребне волны «Росатом» вывел на рынок новый цифровой продукт. Первый ветропарк «Росатома» начал поставку электроэнергии. В Москве прошел форум городов атомной энергетики и промышленности. Смотрите в пятницу в 20.00. Тотальная распродажа кожаных изделий в «Лалэ Антилоп». Кожаные куртки от 5.900 рублей. С 13 марта по 11 апреля. «Лалэ Антилоп». Распродажа техники прошлого года. Скидки до 50%. В корпорации «Центр». Смотрите, беспроводной вертикальный пылесос «Горение» всего за 4.990. Можно и в рассрочку. Доставим в квартиру бесплатно. По щучьему велению, по моему прошению, с тобой печь во дворец. Дочка, а дочка, да ведь он же мужик немутый, ничего сонай. Ведь он же в хоромах-то царских и шагу ступить не может. Братцы, братцы, Емеля приехал. Емеля приехал. Да, ты не один, а с невестою. С невестою. Да, с красавицей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новости на канале «Заречный» продолжаются. У нас время встречи с гостем. И сегодня мы говорим о здоровье. В нашей студии начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления номер 59 ФМБ России Мария Лукьянова. Добрый вечер, Мария Валерьевна. Здравствуйте. Итак, Мария Валерьевна, повод для нашей с вами встречи – это объявленная вчера Всемирной организацией здравоохранения пандемия коронавируса. И вот для того, чтобы вы рассказали нам, как складывается ситуация на территории Пенинской области, на территории Заречного, вот мы пригласили вас для того, чтобы поподробнее вот об этом расспросить. Но прежде чем мы поговорим о ситуации в области и в городе, давайте поясним, что же такое пандемия. Ну, пандемия – это… О пандемии, говорят, тогда, когда распространение заболевания захватывает все континенты. То есть эпидемия – это когда всё-таки на одном континенте в масштабах одной страны можно говорить об эпидемии, а пандемия – это когда захвачены все континенты. Ну, мы все знаем, что коронавирус у нас распространён в большом количестве стран и захватывать все континенты, и поэтому именно так этот процесс и назван. Мария Валерьевна, мы уже помним немалые эпидемии. Эпидемия свиного гриппа, эпидемия птичьего гриппа, всевозможных ОРВИ, атипичной пневмонии. Почему именно коронавирус вызвал вот такой и такую пандемию, и такой широкий ажиотаж? Такую обстановку. В принципе, да. В принципе, всегда настороженно относятся. Здесь проблема в том, что этот вирус новый. То есть только в этом. Потому что еще пока непонятно, как лечить. То, что нет каких-либо специфических лекарств, методов лечения. Нет вакцины. И нет иммунитета у людей. То есть, в принципе, это один из вирусов ОРВИ. Но отличается он от всех остальных вирусов только лишь тем, что он новый для всех людей. И непонятно, как люди, как организм будет на него реагировать. Именно из-за этого такие вот меры. Ну, и поэтому такие вещи, они периодически случаются. Но в течение какого-то времени человечество справляется с этой проблемой, но потом появляется новая. То есть, это такой постоянный процесс. Ну, в принципе, да. Мария Валерьевна, есть ли какие-то специфические симптомы у заболевания, вызванного коронавирусом? Или он похож на обычную ОРВИ? Ну, вот как я уже сказала, то есть, это один из вирусов ОРВИ. И поэтому симптомов специфических нет. Узнать, что это, именно эта инфекция, можно только после исследования специфического проведения. И в связи с этим регламентированы все мероприятия. То есть, прежде всего, нужно для того, чтобы выявить, нужно обследовать пациента. Делаются ли такие обследования в Заречном и в области? Тест-системы для определения коронавируса на сегодняшний день у нас есть в регионе, в Роспотребнадзоре по Пензской области. Вирусологической лаборатории. И только они могут, в общем-то, проводить эти исследования, потому что этот вирус отнесен ко второй группе патогенности, то есть, как особо опасная инфекция. И только эта лаборатория имеет аккредитацию для работы с таким вирусом. Ну, поэтому мы обязаны при подозрении, при желании обследовать по каким-либо причинам пациента, именно материалы отправлять туда, в ту лабораторию. Каким образом вообще складывается в настоящее время ситуация в Пензской области? Потому что уже и в интернете начинают появляться сведения, начинает появляться информация о том, что уже и десятки заболевших, и уже у десятков людей подозрения на коронавирус. Вот какова ситуация на сегодняшний момент на самом деле? Ситуация такова, что, конечно, подозрения всегда будут, потому что люди приезжают из стран, да, там, где они могли бы заразиться, и они могут и заболевать. Такие люди обследуются, но на сегодняшний день положительных находок, также при мониторинге циркуляции вируса, положительных находок пока не было. Каким образом происходит, каков механизм, каков алгоритм действий? Человек сам должен обратиться к вам? Или это каким-то образом отслеживается, кто откуда возвращается в регион? Ну, во-первых, отслеживается, во время прилета самолета переписываются данные из определенных стран, то есть можно перечислить, это Китай, Корея, Иран, Италия, Испания, Германия, Франция. То есть те страны, которые вот определены сегодня как наиболее опасные для заражения. во-первых, по прилету из этих стран отслеживаются люди, данные передаются в Роспотребнадзор, и как бы мы ждем тоже из Роспотребнадзора эта информация передается по месту жительства нам. И, во-вторых, для того, чтобы люди могли сами информацию о себе передать, что они приехали из такой страны, может быть, у них есть какие-то опасения, или что-то обратиться, симптомы заболевания. Ну, симптомы заболевания в медицинскую организацию. Там их ждут, им окажут помощь и так далее. Даже если просто человек приехал, то в администрации у нас с завтрашнего дня будет функционировать горячая линия. Это телефон, вот круглосуточный телефон администрации 61-20-20. На этот телефон можно позвонить, он круглосуточный, и вот эту информацию о себе рассказать, что вот я такой человек, проживающий по такому-то адресу, прибыл из такой-то страны и так далее. Эта информация передается нам в межрегиональное управление и дальше уже по цепочке в медицинскую организацию. Разработан алгоритм, каким образом мы должны действовать в такой ситуации при обнаружении таких людей. Все знают о том, что этот человек должен быть изолирован дома на 14 дней, дается больничный лист без посещения медицинской организации и устанавливается за таким человеком медицинское наблюдение и обследование проводится. Если все нормально, человек здоров, ничем не болен, все прекрасно, 14 дней он свободен. Если человек болен и ему нужна медицинская помощь, то соответственно он госпитализируется, ему оказывается медицинская помощь, и тоже его обследуют. Коронавирус это или можно выйти любой другой вирус, то есть не обязательно. Вот такой примерно алгоритм. Какие-то специфические противоэпидемические мероприятия предпринимаются сейчас, в частности в нашем городе? На сегодняшний день, поскольку у нас нет циркуляции этого вируса, то специфических мероприятий мы пока не проводим, но проводим мероприятия дезинфекционные, усиленные мероприятия в учреждениях департамента образования и в медицинских учреждениях, то есть там дезинфекционные мероприятия проводятся по режиму, ну как сказать, противогриппозному, то есть по вирусному режиму. Плюс у нас в учреждениях департамента образования функционирует усиленный фильтр При приеме детей в организацию с целью не допустить больного ребенка, своевременное его удаление с коллектива. Ну и медицинские организации, они тоже работают по усиленному такому противоэпидемическому режиму. Есть ли рекомендации воздержаться от поездок в те страны, о которых вы говорили? Да, безусловно, рекомендуем всем воздержаться по возможности при планировании отпусков, при планировании каких-либо командировок. То есть можно как-нибудь эти вопросы решить без поездки. То есть максимально воздержаться до стабилизации эпидемиологической ситуации. Вот пока поездки в те страны, в которых зарегистрированы случаи заболевания. Мария Валерьевна, ну и вот все-таки вот как специалист, как вы считаете, нужно ли поддаваться каким-то паническим настроениям? Потому что вот при том потоке информации, который мы получаем сейчас со всех сторон, телевидение, радио, интернет, вот везде это в первых вот строчках, да, коронавирус, это хроника распространения. И у человека, у обычного человека, вот вполне естественная реакция, начинаешь уже паниковать. Вот нужно ли это делать, стоит ли паниковать или просто вот спокойно принимать меры предосторожности? Да, я это и хотела сказать, что паника она никогда никому не, скажем так, пользы не приносила. Да, но конкретно четко для себя решить, какие мероприятия, что надо проводить, как себя вести и все, и следить. Ну, потому что это, конечно, инфекция с воздушно-капельным механизмом передачи, она трудно контролируемая, скажем так. Какие меры предосторожности, помимо воздержания от поездок в опасные вот эти страны, может принять обычный человек? Ну, как рекомендует мытье рук. Чистота, залог здоровья. Да, чистота, залог здоровья. В любом случае, здесь вот я хочу сказать, что мытье рук с водой, проточной водой и мылом, оно более эффективно, чем использование кожных антисептиков. Но хотя и их тоже стоит применять, если нет возможности помыть руки. Ну, маски тоже с масками вопрос. Тут мы можем сказать, что если нет масок одноразовых, то можно сшить маску многоразовую, марлевую, из расчета смены ее через каждые два часа. Вот, но тут тоже нужно с умом, да, подходить. То есть, вот если у нас сейчас не установлена циркуляция вируса, то есть, ходить по городу в маске, наверное, смысла нет, да. Но в то же время, если вы вынуждены общаться с больным человеком, вот, или если подозрения есть на коронавирус, да, то маска надевается прежде всего на больного человека, когда он общается с кем-то. Ну, и не лишнее, конечно, и на себя маску надеть, когда вы общаетесь с больным. Ну, вот примерно так. То есть, да, мероприятие, конечно, проводить надо, но опять с умом, то есть, без вот перегибов, скажем так. Ну, и последнее. Опять же, этот вопрос многие зареченцы сейчас задают и себе, и, скажем так, и нам звонят, да, спрашивают. Вот итальянские власти сейчас признают, что они были не готовы вот к таким последствиям коронавируса, заражения и проникновения на их территорию. Готовы ли мы, вот, в конкретном нашем заречном к возможному появлению у нас заразившихся вот этим вирусом? Ну, здесь я могу сказать, вот как уже говорила, да, что все алгоритмы у нас присутствуют. Методика работы с людьми, все разработано. То есть, нет такого, что приехал человек, а мы не знаем, чего делать. Ну, практика покажет, как это все будет. Ну, я искренне желаю, чтобы вам не пришлось применить все эти алгоритмы на практике. Спасибо. Спасибо. У нас в гостях был начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления номер 59. ФМБА России Мария Лукьянова. Ну, и на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале Заречной. И будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!